Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я хочу рассказать о довольно редком растении, джелтомате кахакайской. Вкратце расскажу, что такое род джелтомата. Это род травянистых и кустарниковых растений, насчитывающий около 70 видов. Они растут в основном в горных районах Южной Америки, и лишь некоторые растут на побережье Центральной Америки. Джелтомата кахакайская называется так, потому что в дикой природе она растет только в одном месте, окрестностей города Кахакай. Этот город расположен в северном Перу на высоте примерно 2700 метров над уровнем моря. Съемки производятся в окрестностях города Туапсе, в 6,5 километрах от берега моря и в 100 метрах над его уровнем. Сегодня 1 декабря 2022 года. Вот смотрите, что это за растение. Это такой одревесневающий полукустарник. Высотой он до полутора метров. Вот видите, основание стволов одревесневают. Для того, чтобы он не разваливался, я вот его привязываю к небольшим подпоркам. Но тем не менее был сильный ветер, и видите, верхушки все-таки наклонились, и некоторые находятся около самой земли. На языке местных индейцев этот ветер называется мушо. Плоды его используются в пищу. Кроме того, листья обладают лекарственными свойствами. Ну, я сам не лечился этим растением, поэтому не могу сказать, от каких болезней оно помогает. Вот смотрите, оно растет таким кустарником, и вот такие у него интересные цветочки. Очень необычные. Они самоплодные. Но дело в том, что сначала созревает рыльца пестика, а потом, когда она увядает, то созревают тычинки. Поэтому им необходимо опыление с одного цветка на другой, который производят пчелы. Вот смотрите, сейчас они... Вот они... Сейчас их уже немного, поскольку температура невысокая. Сегодня только плюс 14, вот пчелка работает на цветке. Когда была температура повыше в сентябре, в октябре, тут их было очень много. Очевидно, что растение вырабатывает много нектара. Вот такие у него плодики. В основном они расположены в самом низу куста. Не знаю, с чем это связано. Очевидно, с тем, что растение плохо переносит высокие температуры. И около поверхности земли создается наиболее благоприятный микроклимат для формирования плодов. Вот смотрите, сколько их. В литературе есть сведения, что у них вкус мандарина со сливками, но я бы не сказал. Мне показалось, что он скорее напоминает маниолу, но это кислый мандарин, который продается иногда на наших рынках. Еще недостатком этого вида, я считаю, то, что плоды очень быстро осыпаются после созревания. Вот я на этом кусте не могу обнаружить спелых плодов, только зеленые. Очевидно, они падают. И я покажу, как они созревают на кусте только в домашних условиях. У меня дома верхушка этого растения, которое я случайно сломал, она очень легко укореняется и даже без потери плодов. И на нем, на этом растении укорененном, созревает единственный плодик. Мне вот тут несколько плодов удалось собрать, когда увидел, когда они упали. Но сейчас я этого не вижу. Вот они. Могу только показать, как они меняют цвет. Вот это уже начало их созревания. Такие плоды, в принципе, уже можно снимать. Я думаю, что из этого растения, из его плодов, получится очень неплохое варенье. Поскольку плоды, нельзя сказать, сильно ароматные, но действительно напоминают что-то цитрусовое. А учитывая то, что растение не требовательно совершенно к теплу, более того, оно не переносит высоких температур. Оно у меня пыталось зацвести еще в конце июня. И в начале июля были уже первые завязи. Но первый же суховей их уничтожил. И уже в сентябре началось обильное цветение и плодообразование. Так что именно для северных районов, как я считаю, этот вид будет наиболее приспособлен. В нашем же климате на Черноморском побережье Кавказа, в частности в районе Туапсе, летом для него слишком жарко. А вот так выглядит спелая ягодка желтомата Кахакайской на растении, которое растет у меня в комнате. Вот эту верхушечку я случайно сломал. Она была уже с плодами. Один плодик сохранился и созрел. Вот он такой оранжевый. Он еще должен немножечко быть поярче. Но вот он уже практически готов. В открытом грунте, к сожалению, они слишком осыпаются. Не знаю, с чем это связано. Может с ветрами или с дождями. Но вот лучше всего его, конечно, сорвать. Таким недозревшим он доходит в лёжке. А в комнатных условиях или в закрытом грунте он может висеть и на кустах. Вот такой мы небольшой рассказ об этом интересном виде анжелтоматы. Если у кого-то будут вопросы, то пишите в комментариях. Я постараюсь на них ответить. Спасибо за просмотр.